Приветствую вас. Чтобы бросить курить, по большому счёту нужен стимул. Нужно чётко понимать, что я буду делать, например, когда бросить курить. Зачем, образно говоря, мне бросать курить? Для чего мне это нужно? Это очень важный момент. Без этого момента, без понимания того, что вы себе дадите, ваши попытки перестать бросить курить, они выглядят несколько детскими, потому что, ну, сами понимаете, если у вас изначально был, как бы был мотив, да, то есть изначально вы хотели курить, а если, допустим, потом вы себе запрещаете, ну, допустим, сигареты, да, ну вот, что, как бы, что в этом, собственно говоря, может быть хорошего, то есть как бы, ну, что в этом может быть, ну, именно вот, именно для вас полезного. Понимаете, какая штука? Ну вот. То есть, на мой взгляд, наверное, вот именно в этом направлении вам необходимо в первую очередь подумать, подумать, наверное, в этом направлении вам необходимо в первую очередь поразмыслить, как следует, вот, и уже, собственно говоря, потом, после этого уже можно будет что-то исследовать уже, а потом, после этого можно будет что-то вам рекомендовать, вот, ну, так вот, по крайней мере, мне видится ситуация ваша, такое она мне видится, по крайней мере, по крайней мере, на данный момент, по крайней мере, такое она мне видится, вот. Значит, дальше, следующий, следующий очень важный момент, заключается в том, да, что вы себя корите, вот. То есть, вы себя, вот, ну, вот, действительно, на самом деле, корите, вот, за то, что вы начали курить. При этом вы забываете о том, что вы хотите, при этом вы забываете о том, ну, для чего вам, для чего вам это изначально было нужно, при этом вы забываете о мотиве, да, и о том, собственно, что вы, ну, довольно, довольно сознательно это сделали. Ага, наконец, 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 то, что можно сказать, это то, что, человек, который курит, он, как бы, нуждается в любви. Вот, то, что можно сказать. То есть, получается, что вы нуждаетесь в своей любви. Вот. То есть, это вот такая потребность ваша. И если ее, эту потребность не реализовать, не реализовать потребность в любви, то, опять же, ваши усилия по тому, чтобы бросить курить, на мой взгляд, на мой взгляд, представляется, ну, просто какой-то декларацией. Вот. Это просто вот какая-то декларация и не более того, потому что, ну, условно говоря, до тех пор, пока у вас есть определенная потребность, вы, скорее всего, будете хотеть курить периодически, да, то есть работать нужно именно вот с этим, с этим аспектом. Вот. Понимаете? Вот так, вот так, в общем, мне видится данная ситуация. Вот. Такой мне видится данная ситуация, по крайней мере. Вот. А вот, в принципе, то, что я могу вам сказать. То есть, как бы, ругать себя за то, что вы, там, купили пачку сигарет, да, ну, вот мыслов особо нет. Поисследовать, почему вы это сделали? Поисследовать, да, поисследовать, в принципе, вполне можно. Я бы сказал, даже, ну, нужно, поисследовать. Вот. А вот, в принципе, в принципе, то, что можно вам сказать. Не торопитесь себя обвинять, без, по поводу, без повода, вот. Лучше постарайтесь выяснить все, почему, почему так, как так, из-за чего так, вот. Вот. И, соответственно, уже, вот, когда будет понятно, почему и как так получилось, и почему и как получается, что вы, вот, а, ну. Курите, да, там, срывает, например. Вот. Ну, вот, тогда уже можно будет и говорить о помощи, вот, вам. Причём, обратите внимание, что вы не задаёте вопроса, никакого, никакого. Вот. То есть, вы просто, как бы, пишите о том, что, ну, о фактах, грубо говоря. Вот. И всё. На мой, на мой, на мой взгляд, фактов здесь мало, тут нужно всё-таки ещё и ваш запрос к психологу очень важен. Вот. То есть, что конкретно вам нужно от психолога, в чём вы помощь увидите нашу вам, и тогда, я думаю, мы можем вам помочь. На этом всё, если у вас остались вопросы дополнительные пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, я вам желаю всего самого доброго, и удачи.